Нетаньяху объявил о распуске военного кабинета Израиля, созданного после нападения Хамас. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что военный кабинет, созданный 11 октября прошлого года для управления компаниями против Хамаса и Хизболы, официально распущен. Об этом сообщает видео новости Украина со ссылкой на The Times of Israel. Решение было принято после отставки министра Бени Ганса, вслед за которым из Временного правительства ушли бывший начальник Генштаба армии и обороны Израиля Гадди Айзенкот-наблюдатель и депутат Книссета Хиллитроппер-министр Беспортфелетонану. Издание отмечает, что распад коалиции был ожидаем, поскольку ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бенгвир лоббировал включение в состав форума Панти. Ожидается, что Нетаньяху будет принимать важнейшие решения по войне на небольших специальных совещаниях без Бенгвира, а окончательное утверждение будет требовать от более широкого. Состава кабинета безопасности. Война в Израиле. Война между Израилем и Хамас началась 7 октября 2023 года с масштабных ракетных обстрелов сектора Газа, вооруженными группировками Хамас и Исламский. Джихад, вступление вооруженных сил в Газу и захвата заложников. В ответ Израиль нанес массированные авиаудары по сектору Газа, а поздно вечером 27 октября вел крупные силы в северную часть сектора Газа. В настоящее время израильские войска действуют в Рафахе, городе на границе с Египтом в южной части Газы. Армия обороны Израиля недавно объявила, что введет ежедневные локальные тактические паузы в своих военных операциях в секторе Газа. Запад призывает Израиль остановить военные действия в Газе. Однако Тель-Авив не согласен. Куны. Недавно Цахал атаковал комплекс боевиков Хамас, находившийся внутри школы, центральной части сектора Газа.